Несомненно, всякий человек нуждается во внимании и заботе, особенно в такие семейные и по-особому домашние праздники, как Новый год и Рождество. Каждый из нас хочет чувствовать свою необходимость и значимость в жизни близкого человека. Особенно в такой поддержке и заботе нуждаются те, кто немного отличаются от нас. Они не всегда могут позволить себе посетить крупные мероприятия или акции. Порой они прикованы к постели. Речь идет об инвалидах. Накануне именно к ним заглянули гости. Акция важна тем, что мы никого не забываем. Я понимаю, что у людей у этих, в принципе, можно сказать, тяжелая жизнь. Им поднимают детей и нам просто обычных детей тяжело здесь с особенностями и психофизического состояния. Хотелось бы от них какой-то тоже ответ ждать, что им именно нужно. Мы собираем для всех и стараемся, ну, набираем им, спрашиваем, что им больше требуется. Но обычно это люди сами по себе скромные. Они не хотят какой-то огласки. Ну, и следовательно, они так скромно об этом отвечают. Егор и Платон из семьи Колодичей к приходу гостей готовились основательно и, безусловно, ждали. Но то, что на пороге их квартиры появится еще и главный детский сказочник Дед Мороз, точно не ожидали. Очень приятно, да, ну, неожиданно детям, ну, они просто не ожидали, как бы, просто так, неожиданно, еще испугались немножко. А так, ну, у нас, похоже, была в школе тоже акция. Думаете, для чего вообще нужны такие акции? Ну, чтобы дети верили в чудеса, что Дед Мороз существует. Ну, как бы, ну, чудеса больше. Эти дети, они такие, ну, даже ему 16 лет, он до сих пор ребенок. Новый год и Рождество – это еще один повод прийти всем их особенным детям, чтобы не только вручить подарки, но и просто поговорить о жизни, поинтересоваться самочувствием, рассказать о новостях и узнать, что изменилось за это время. Важно понимать, что ни эти мальчики, ни их родители не ждут сочувствия. Они стремятся быть полноценными членами общества и чувствовать, что все-таки кому-то нужны. Это очень приятно, и детки всегда рады, ну, и спасибо большое, что для таких детей тоже всегда есть праздники, и вы делаете этот праздник, и спонсоры, ну, это на самом деле, это очень приятно. Праздник очень, конечно, очень ждали, и дети очень ждали, и елку все вместе наряжали. У меня двое деток, старшая дочка, у нее аутизм, она учится в специальной школе во втором классе. И младшая, которой 4 года, вот, с ДЦП. Ну, так, справляемся. Важно верить в новогоднее чудо. Помогают, ну, многие помогают, и ритериальный центр тоже помогает, и школа тоже помогает, большое спасибо. Ну, все помогают. Задача акции – благотворительность. Не менее важно поддержать малышей на эмоциональном уровне, подарить немного волшебства и просто пообщаться. Причем, отдавая частичку себя другим, волонтеры в ответ получают искренние эмоции.